ПЕСНЯ Смотри, а. Меня там нет, да? Емельянова. Посмотри, я не могу. Я уже посмотрела. Наши с тобой фамилии рядом. Шутишь, да? Ну, почему шучу? Вон, посмотри. Емельянова. Казарина Караваева. Ура! Ура! Привет, Караваева. Ты помнишь меня? Ты на химии мне помогала. А, да. Ну, давайте знакомься тогда. Я Маша Казарина. Казарина? Так это же смотри, это между нами. Вот, Емельянова Казарина. Ой, смотри, смотри. А ты, получается, между мной и Кирсановым. А, я не знаю, кто это. Ну, как же, это же... Вон он. Ой, извините, ради бога. Можете, поаккуратнее. Все нормально. То есть... Это вы, то есть... Мы... Я студент. И мы. Да. Ну, извините. Ну, подожди, подожди. Куда ж ты побежала? Давай знакомиться. Я Мария. Можно просто Маша. А, я Николай. Можно просто Николай Николаевич. Очень приятно. Это мои подруги. Я Женя. Женя, Люба. Люба. А если мы уже студенты, то давайте, может быть, как-нибудь отметим это все? А, ну, можно. Народ! Слушайте, мы студенты или как? Может, сообразим что-нибудь, а? Какие предложения? Ну, как сообразим? Не только папе надо в офис забежать. Мы тебя дождемся, учти. Слушай, я такой сервис нашла. Мама будет в восторге. Умница. Отлично, поехали. Поехали быстрее, а то она, наверное, уже на стол накрыла. Хорошо. Вот так вот. Пап! Как хорошо, что я тебя встретила, а я в офис бегу. Я студентка. Умница, я тебя, я тебя поздравляю. Спасибо. Какая ты у меня молочина. Так, сегодня вечером отмечаем. Так. Я позвонила маме, она приготовит ужин, поэтому не опаздывай. Все, договорились. Как шлик буду? Слушай, прям сейчас вспомнила, знаешь что? Ну? Как ты мне больничку подавил. О, вспомнила. А потом весь вечер изображал пациента. А мама кричала, что ты истратил последние деньги. Да ладно, время-то какое было. Тоже нашла, что вспоминать. Спасибо тебе большое. За что? За то, что ты единственный человек, который меня всегда понимал. И ты мой самый большой друг. Я рад за тебя. Мне не удалось продолжить нашу династию. Так тебе и удастся. Потому что ты у меня умная, талантливая, упертая. Еще раз тебя поздравляю. Это потому, что я всегда хотела быть похожа на тебя. Извините, Сергей Михайлович, мы опаздываем. Да-да, хорошо, я иду, иду. А кто это? Это с работой, сослуживица. У меня очень серьезная встреча. Ага. Ух ты, слушай, действительно бежать надо. Все, все, беги, беги. Все, до вечера. Да, не опаздывай. Да, все, хорошо, заметана. Еще раз поздравляю. Спасибо. Ну, наконец-то. Учти, мама терпеть не может, когда опаздывают. Ксюш, боюсь, что знакомство с твоей мамой придется отложить. Понимаешь, у меня дочка в институт поступила. Ну, в общем, сегодня я должен быть дома с ней. Так, понятно. Значит, с женой ты так и не поговорила. Ксюш, ну пойми, сейчас не самое подходящее время говорить об этом. Господи, ну я так долго готовила маму к этой встрече. Она мне каждый день твердила одно и то же. Он женат. Его семья всегда будет стоять между вами. Ну, но я тебе обещаю. Это в последний раз. Прости меня. Прости? А что я маме скажу? Извини, мама, ты была права? Хорошо. Давай едем, завозим сервиз и я убегаю. Договорились? Привет. Привет, ты быстро. Я, кстати, выполнил свое обещание. Какое? Без тебя не начинать. Меня, если помнишь, Коля зовут. А я Люба. Люба. Очень приятно. И мне. Люба, ты знаешь, я тебя хотел спросить, а ты только женщин собираешься лечить? Почему только женщин? Ну, потому что я уверяю тебя, что мужчины не захотят выздоравливать и выписываться из больницы, если им попадется такой симпатичный доктор. Ну, значит, у меня всегда будет работа. Послушай, а если серьезно, почему медицинский? Мечта детства. Да? Да. У меня по папиной линии было два поколения врачей. Наверное, решила восстановить семейные традиции. А я вот наоборот решил их разрушить. Поэтому пошел не на геологический, а в медицинский. Только поэтому? Нет, еще догадался, что искать красивых и умных девушек лучше не на кафедре бурения нефтяных и газовых скважин, а в простом медицинском. Вот, это, кстати, Люба. Очень приятно. Я Николай, кто не запомнил. Ну, за что выпьем? Ну, не за здоровье, это точно. Нам его придется придерживаться. Давайте за то, чтобы наш курс был самый дружный. Отлично, давайте. Я лично хочу выпить за мою новую подругу. Она, между прочим, все экзамены на пятерки сдала. Я, когда ее видела, сразу поняла, что этот точно поступит. Ну, ладно же, не перестань. Ладно, все. Но в итоге мы все равно все поступили. Да. Ура! 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 Спасибо, Гзелу. Сядешь? Садись. Спасибо. А Краваева бы и так поступила, даже если бы ничего не знала. Судя по шмоткам, родители у нее далеко не бедные. А ты ей что, завидуешь, что ли? Да больно надо завидовать. Я, между прочим, видел, как она тебе на химии помогала. Ну и что? Я бы все равно сама поступила. Я, между прочим, чтобы здесь взятку дать, два года пахала, как проклятая. Вот так. Два года, нехило. Слушай, а если не секрет, сколько дать надо было? Ой, не спрашивай, много. Там, откуда я приехала, за всю жизнь только не заработаешь. Послушай, я вот только одного не понимаю. Если ты смогла поднять столько денег, зачем тебе вообще институт? Ну, наверное, потому что карьера стриптизерши не входит в мои планы на жизнь. Да ну. У тебя, видимо, неплохо получалось. Ну, у меня, знаешь, и здесь получится. Когда через десять лет у меня будет своя клиника, тогда и посмотрим. Даже так? Конечно. Я по-другому даже не думаю. Нет. Друзья, давайте выпьем за то, чтобы через десять лет все наши мечты и планы осуществились. Ура! 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 За мечты. Угу. Зынь. Ну, я в метро, а мы на троллейбусе. Счастливо. Давай, до завтра. А когда у тебя экзамен был сложнее всего? Счастливо. Пока. Пока. Пока, ребята. Пока. Представляешь, химия. Химия? Да. Поступила в медицинский. Не знаю, я вот сильно очень переживал за русский язык. Да перестань. Да, серьезно. Кирсанов, а тебе далеко? Может, вместе скинемся, машину поймаем? Машу не отвыкаю, студенты на такси не ездят. Пойдем, Марусенька, я тебе анекдот расскажу. Пойдем? Смешно расскажу. Пойдем, пойдем, пойдем. Пока. Пока, ребята. А меня провожать не надо. Мой дом через дорогу. Спасибо. Может, еще погуляем? Не, родители ждут дома. Сегодня праздник мы хотели вместе отметить. Может быть, тогда завтра встретимся. Сходим куда-нибудь. Отлично. Молчание – знак согласия. Значит, договорились. Тогда жду тебя завтра возле института в 12. Пока. Пока. Который час? Так, все, хватит ждать, хватит. Давай, к столу садись. Садись. Ну, а что, мы зря, что ли, столько наготовили? Садись вдвоем, и отпразднуем. Где она ходит, а? Придет. Придет твоя Гулена. Не кисни. Ой, ну, надо же, какую башковитую девчонку воспитала. Это что ж, талант нужен. Давай за тебя и выпьем. И за тебя. Папа, мама, я дома. Ну, наконец-то. Явилась, не запылилась. Иди, я тебя поцелую, моя умница. Молодец. Я смотрю, вы уже празднуете. Папу не стали ждать. Он же у нас первый тост говорит. Ну, чего молчите? Что-то случилось? А что случилось? Ничего не случилось. Мама за тебя переживает, и все. Все из-за тебя. Я тут. Так, люди, кто-нибудь дома есть? Папа пришел. Слава Богу. Папа пришел. Папа. Поздравляю. Спасибо, папа. Ну. Оп. Дамам, как говорится, цветы держи, сестренка. Держи, Надюшка. Ну и детям тоже цветы, но, как выяснилось, они уже давно не дети. Ну, вот как на него сердиться после этого? Так. Садись. Я смотрю, тут у вас просто королевский стол. Ну, чего сидите? Наливаем. Так. Хватит. Дочка, у тебя сегодня замечательный день. Ты долго и упорно шла к нему, и, не побоюсь этого слова, победила. Дима, я хочу выпить за твою целеустремленность. Я уверен, что у тебя все получится, но мы уж как можем поможем, да? Ну? Один за всех? И все за одного. И все за одного. Ой, Сереж, я совсем забыла. Я Любаньке подарок привезла. Коробку еще даже не распаковала. Дедушкина. Сестра, ты пугаешь. Библиотека. Ничего себе. Медицинская. Медицинская библиотека. Вот это раритет, между прочим, 27-й год. Этим книгам цены нет. Спасибо. Жалко, что дедушка не дожил до этого дня. Он бы гордился своей внучкой. А меня он так и не простил, что я ушел в бизнес. Ну, папа, если учесть, сколько медицинского оборудования ты привез к нам в страну, вообще можно поспорить. Где бы ты был полезнее? Это да. Сережа, все ты правильно сделал. Поступил как настоящий мужчина. А так, работы не было, лежал бы на диване, на судьбу ужаловался. Нет таких мужчин днем с огнем, между прочим. Вот поэтому у тебя и семья, и дом полная чаша, и жена красавица, и дочка умница. Мам, тетя Тань, я хочу выпить за нашего любимого папу. Вот правильно. Любань. Пап, спасибо тебе за то, что ты делаешь нашу жизнь похожей на сказку, где все наши мечты сбываются. Правда, мам? Пап, мы тебя очень любим. Спасибо тебе большое. Спасибо, родная моя. Спасибо за тебя. Спасибо, спасибо. Вот это праздник. Вот это праздник. Нормально. Ну и где мы гуляли? И тебе привет. Мариночка, по-моему, ты что-то перепутала. Я не твой муж, а всего лишь навсего его брат. Да? Только в аптеку за лекарством для вашей мамы почему-то ухожу я. Что-то случилось? Что-что? Ну, Валентина Ивановна опять весь вечер причитала. Сначала доведет себя до ручки, а потом у нее давление скачет. А я не железная, между прочим, вы слушаете это каждый день. А сыновья шляются неизвестно где. Марин, не порть сегодняшний вечер, а. У меня сегодня такой день. Я, между прочим, в институт поступил. Да ладно. Да. Правда? Ага. Ой, Колька, какой молодец. Спасибо. Я тебя поздравляю. Спасибо. Слушай, а давай это отметим? Да нет, спасибо. Я уже и... Вообще мне завтра рано вставать. Ладно, спокойной ночи. Сережа, я так больше не могу. Давай с тобой поговорим. О чем? Ты знаешь. Мы оба знаем. Просто скажи мне правду, и все. Надя, я не понимаю. Прекрати. Ты все прекрасно понимаешь. Разве я не заслуживаю того, чтобы знать правду? Я не хотел портить дочке праздник. У тебя есть другая женщина, да? Ну, ты не молчи, скажи. Ну, я хотел тебе сказать, но... Не сегодня. Да, есть. И я ввожу. Ой, Господи. Ну, не надо. Какая же я дура. Не надо, Люба услышит. Не надо, пожалуйста. Я прошу тебя... Что ты делаешь до последнего и все? Мам, что случилось? Ты чего? Папа. Что случилось? Вот это наш папа. И он уходит от нас к другой женщине. Надь, прекрати. Не надо затыкать мне рот. Это неправда. Пап. Люк. Пап, ну это же неправда. Ну, что ты молчишь? Ну, скажи, ну это же неправда, пап. Ну, ты же самый лучший папа в мире. Ты же не можешь так поступить. Послушай меня, ты уже взрослая. И ты должна понимать... Ты сказала, что я тебе что-то должна. Люба. Я тебе ничего не должна. Дочка, послушай. Не трогай меня. У тебя больше нет дочери. Люба. Ну, подожди. Дочка, ну подожди. Люба. Нет, меня. Люба. Не трогай меня. Надя. Уходи, пожалуйста. Прямо сейчас. В общем, несмотря на все прелести дачной жизни, я весь месяц столько и думала. Скорей бы уж первое сентября. А ты как? Я никак. С мамой просидели. От нас отец ушел. Да ты что? Да. Люба. Помнишь, когда мы... Привет. Привет. Здрасте. Я тебя целый месяц прождал. Вон, видишь ту скамейку. Она мне уже почти как родная стала. Да, извини, я тогда не смогла прийти. Да ничего, я и сам виноват. Надо было хотя бы твой номер телефона взять. Послушай, как бы странно это ни звучало, может быть, сегодня сходим куда-нибудь после занятий? Нет, извини, не могу. Судя по то, но ни сегодня, ни завтра и вообще. Я правильно понял, или ты просто сегодня не в настроении? Я не знаю. Не знаю. Ты чего? Ничего. Ну, он тебя на свидание приглашает. Это такая бука. Ну, пригласи ты еще кого-нибудь. Он, по-моему, не особенно расстроился. Думаешь, бабник? Жень, мне что, больше думать не о чем? У меня дома такое творится. Не знаю, что делать. Мать пластом лежит целый месяц, ни с кем не общается. Деньги кончаются. Надо, наверное, на работу устраиваться. А что, отец не помогает, что ли, вам? Ты же с ума сошла? Я от него копейки не приму. Буду с голоду подыхать и не приму. Люба. Люба, ну ты прости, я тебя не хотела обидеть. Люба. Люба. Брат. Витька! Приехал! Коля! Витька! Привет! Здоровый Стал. Ну, еще хватит обниматься. Быстро за стол. Коля, Коля, а ты иди помой руки. Ну, 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 строго замучила тебя, наверное? Да, нету смысла. Ну-ка разберись-ка с ней. Да ладно, замучишь его, как же, его дома никогда не бывает. Так, за стол оба бегом, Коля, руки. Все, 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 все. Вот. Ну, брат, пошли к столу, давай. Давай, я быстро. Как же я по вам всем соскучился. Соскучился. Угу. Лыж, ты, небось, уже навострил, да? Как? Сынок, ты что, скоро опять уезжаешь? Мамочка, мамочка, никуда я скоро не уезжаю. Ты ее не слушай, это она так. Так. Чего мы так сидим? Давайте за Колю еще раз выпьем. Давайте. Правильно. Ну-ка, за моего брата, который поступил в институт сам. На бесплатное. Молодец. Вот, на бесплатное. Я ему деньги предлагал, отказался, наотрез. Мариночка, давай. Солнышко мое. Коля, за тебя. Колька, молодец. Спасибо. За тебя, сынок. Спасибо. Витя, трудно мне тут без тебя. Был бы жив отец, а то ведь я все время одна. Мамочка, посмотри на Колю. Взрослый, молодой, самостоятельный мужчина. Да и Марина, как всегда, если что, поможет. Ну, мам. Действительно, зачем нам еще тут кто-то нужен? Правда? Марина, праздник не порт людям. А у меня праздник. Один раз, полгода, между вахтами. Марина, 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 Марина. Ну, чё ты, сядь, сядь, сядь. Я же тебя всегда с собой зову, да? Я всегда я с собой зову. Зовет он меня. Как же, куда? В тайгу? Комаров кормить? Да в гробу я видала такую романтику, ясно? Я в городе хочу жить, в городе. Как нормальные люди. Как нормальные люди? Я же, между прочим, нефть добываю. Я же нефтянник. А здесь что я буду добывать? Где я здесь? Тебе такие деньги заработаю, как на Север? Но другие как-то зарабатывают. Ну, вот надо было замуж. И выходить за тех, кто зарабатывает. Опять началось. Каждый раз одно и то же. Мам, 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 мам. Да не обращай ты на неё внимания, мам. Так и живём. Мам, привет. Ты знаешь, я сегодня в больнице была. Работу искала. Могут взять нянечкой. Ну, поначалу будет трудно, но я справлюсь. Ничего, что я меньше дома буду бывать? Мам. Мам. Будешь убирать, не забывай тумбочки отодвигать. Проверю. Потом коридоры, туалеты. Затем бельё перестелишь. Там, где лежачие, судно и утки опорожнишь. Да, насчёт раздачи. Значит, завтрак, обед и ужин раздашь тем, кто в палатах. Поняла? И чего я всё это тебе объясняю? Всё равно ты через неделю сбежишь. Потому что работа грязная. Я не сбегу. Тема сегодняшней нашей лекции – болезни дыхательных путей. Болезни дыхательных путей сопровождаются различными симптомами, основным из которых является кашель. Рассмотрим, например, бронхит, характеризующийся заболеванием бронхов с преимущественным поражением их слизистой оболочки. Бронхит является одним из наиболее частых заболеваний органов дыхания. Различают? Мам, это я. Мам. Мам. Спишь? Мам. 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 Господи. Мамочка. Мамочка. Мама. Мама. Алло. Скорая? Отравление. Женщина. Господи, 38 лет. Держи. Думаю, здесь хватит. Танюх, ну если что, сразу звони. Договорились? Ну, поняла я. Люба, скажи, ну как? Ты ему позвонила? Люба, ну это не важно, кто кому позвонит. Нет, это важно. Пусть забирает свои деньги и уходит отсюда. Люба. А, послушай, после попытки суицида маму, маму могут перевести в психдиспансер, поэтому... А тебя это удивляет? Ты же не знаешь, в каком состоянии она находилась в последнее время? Она сутками не спала, сутками сидела у телефона. Это ты ее довел до такого состояния из-за тебя, она чуть не умерла из-за тебя. Послушай, Люба, я хочу помочь вам, понимаешь? Если ей понадобится помощь, то она ее получит. От тебя нам ничего не нужно. Иди к черту со своими деньгами, со своей помощью. Иди к черту. Ну, Люба, ты с ума сошла, что ли? Видеть его не хочу. Пусть уходит отсюда. Ты не хочешь, ты его видеть не надо, не надо. Ну, помогать-то вам Сергей имеет право. Жить-то вы на что будете? А мы как-нибудь проживем. Ой. Ну, что, договорились. Значит, в воскресенье едем к тебе на дачу. Да не вопрос. Я тогда девчонок организую, а ты парней. Хорошо. Кого звать-то? Ну, не знаю. Вон, Кирсанова позови. Да кого хочешь. Кирсанов? Мы тут небольшой компанией на дачу ко мне в воскресенье намылились. Ты как? А кто поедет? Я, Макс, Казарина. Остальных пока не звал, ты первый. Понял. Сейчас. Погоди. Люба! Девчонки, тут Виталик в воскресенье на дачу к себе зовет. Вы как? Я не могу. Я родителям обещала помочь. А Люба поедет. Да? Ну, поезжай, развеешься. Поедешь? Я поеду. Договорился? Да. Девчонки. Ум, поеду. Да. Ум, поеду. Да. Ум, поеду. Я поеду. Ум, поеду. Ум, поеду. Можно я перелезу? Да, пожалуйста. Ты чего, Казарин? А что такое? Все, все. Тебе тяжело? Вставай, вставай. Ладно, ладно, ты и без рук, только без рук. Чуть не упали. Да, нормально. Так. Давай, давай. Помидорку еще не станет. Ну, хорошо. Вот, молодец. Паш, может, хватит настраивать? Сыграешь же что-нибудь, а? Люба, ты куда? Люба! Люба, подожди. Люба, стой. Что случилось? Ничего, все нормально. Просто мне надо вернуться в город. Но ты бы мне сказала, и мы бы вместе поехали. Зачем? Ну, а что мне тут без тебя делать? А со мной что? Подожди, я не понял. Я тебя чем-то обидел? Коль, возвращайся к ребятам. Иди. Ой, помогите. Что случилось? Господи, с ребенком плохо. Осторожно. Ой, не знаю. Не знаю, что случилось. Горло распухло, задыхается. А в район везти не на чем. Я его в руки да на дорогу. Может, довезет кто. А как это случилось? Не потеряю детета. Когда случилось? Теточка. Да вот, сегодня утром. Ой, вроде как простыл. Я ему чаю с малиной дала, чтобы пропотело. Потом отвару липового. А он попил, попил. Да и задыхаться начал. Ой, Господи. Отек к венке. Что? Миленький мой, да что же это такое? Виталика, водка есть? Не знаю, он что-то про бабушкин самогон говорит. Неси самогон. Тихо. Еще острый нож и фонарик. А фонарик зачем? Ребенок задохнется быстрее, Коля. Сейчас. Господи, да что же делать-то? Виталий, самогон дай. Может, шашлыка дождемся, а? Давай быстрее еще. Скажи, аптечка в доме есть? Есть. Нужен еще острый нож и фонарик. Что случилось? Потом объясню. Ой, Господи, сейчас, сейчас. Сыночек мой, ну потерпи немножко. Что ж ты так делаешь? Ой, ну. Ой, Господи, да что ж это? Может, я с тобой? Слушай, вызови скорого. Хорошо. Ой, Роди. Еще битвы взял на все, случайно. Давай, Лейха. Это зачем? Трубочку надо вставить в разрез, чтобы он хоть как-то дышать мог. Давай. Теперь нож давай. Люба, может, не стоит? Я Виталька попросил скорую. Скорая не доедет. Хорош. Свети, пожалуйста. Ой, ой, что же делать? Ой, Господи, давай. Ой, мамочка, да что вы делаете? Да помолчите вы, мы в медицинском учимся. Ой, хорошо. Осторожненько. Спасибо. Молодцы ребята, не растерялись. Вы практически мальчику жизнь спасли. Это вот. На каком курсе? А, первый. Даже так? Ну что ж, коллеги, отдыхайте дальше. Спасибо. Ну ты, Караваева, даешь. И сколько, ты говоришь, врачей у тебя в семье было? Дедушка с бабушкой. Когда были живы, я у них часто гостила, а они все время говорили только про медицину. И дедушка делал трахеотомию, я видела. А потом она мне, ну еще раз показала, как это делается. Ты чего рыдаешь, дуночка? Ничего. Все же хорошо закончилось. Совершила подвиг, а рыдаешь, как дитя. Ну перестань. Ты героиня. Нет, просто я так испугалась, у меня до сих пор вот руки-то трясутся. Успокойся. Я растерялся, а ты сразу сообразил, что к чему. Коля, привет. 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 Прости, что я задержалась. Ничего. Пойдем? Пойдем. Я, кстати, тебе задание по семинару принес. А когда я буду готовиться? А в этом заключается вся фишка. Тема доклада у нас одна на двоих, так что готовиться будем вместе. Ну и как ты себе это представляешь? Очень просто. Доклад я уже подготовил. Как подготовил? Вот так. Правда? Ага. Ну ты даешь. Знаешь, что про тебя говорят преподаватели в институте? Что ты гений, схватываешь все. Налету. Да перестань налету. Ну правда. Налету не налету, а пару ночей пришлось покорпеть. Так что теперь мы можем сходить в кино. Ты как? В кино? Угу. Я не знаю. Ну давай, доклад готов уже. Просто мне кажется, как только погасит свет, я сразу же усну. А я тебя накрою курточкой, чтобы ты не замерзл. Ну, идем? Да, 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 да. Вы с Кирсановым такая пара хорошая. Красивые, умные. Я, кстати, слышала, как после вашего доклада Кирсанов с деканом разговаривал. И тот ему сказал, что если вы будете продолжать в том же духе, молодой человек, то лет через десять ваше имя будет в списке нобелевских лауреатов. Представляешь? Женя, ты Сашке своему веришь? Ну да. А что? А вон он, кстати, бежит. Сань! О! Ты куда-то принесешься-то? Извини, последнюю пару на час сдвинули. Ой, голова у тебя сдвинулась. Ты чего бегаешь? Ты же нога больная. Ну не могу я к тебе пешком ходить. Ну я пойду, ребят. Давай. Ну пойдем? Люба. Люба, подожди, давай поговорим. Мне не о чем с тобой разговаривать. Татьяна сказала, что ты на работу устроилась. Послушай, дочка, тебе же учиться надо. А я лучше знаю, что мне надо. А как же мама? Татьяна сказала, что... Сказала, значит сказала. Что ты хочешь? Ничего. Послушай, мама после больницы. Ты, наверное, тоже устаешь. Может быть, вы поехали куда-нибудь отдохнули? Я все устрою. Если б ты знал, как мне все это противно слушать. Мам. Мама. Мама. Ты что-нибудь ела? Мам. Ну поговори со мной. Я тебя очень прошу, поговори. Мы же с тобой любим сидеть, болтать и кричить. Мама. Мама. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мам, я схожу в магазин, куплю что-нибудь поесть. Мам, я схожу в магазин. Мам, я схожу в магазин. Вот, Хараваева, пришли тут тебя отпрашивать. Ёлку у вас, говорят, в институте новогоднее. Я даже попросил рабочий халат и перчатки, чтобы мы смогли вдвоем быстрее управиться. Но мне отказали. Ой, ладно уж. Забирай свою Любу, сама отработаю. Ой, Ольга Васильевна, спасибо. Да ладно, не за что. С наступающим. Да и вас также, спасибо. Спасибо. Ох, наконец-то, обожаю Новый год праздновать. А сейчас еще новое тысячелетие. Новый век, представляешь? Я так рада, что ты пришла. Все-таки очень красивое платье, Люба. Правда? Она одну была в магазине. Правда? Угу. А я свою сама себе сшила. Сама сшила? Тоже ничего, да? Очень красиво. Правда? Угу. Пойдем. Нет, ну правда, скажи. Да, ну правда. Коль! Коль! Люба, привет. Ты такая красивая. Слушай, ты самая красивая в этом зале. Да нет, во всем городе. А еще лучше, на всем свете. Ты что, выпил, Коль? Ну, немножко. Ну, я же вижу, что ты пьяный. Ну... Пьяный? Чуть-чуть, чуть-чуть шампанского. А что, нельзя, Новый год же. Миленю! Тысячелетие новое! Ух! 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 Внимание, внимание, внимание! Пойдем. Идем. Дорогие друзья, дамы и господа, мне нужно два добровольца и участие в поездочном конкурсе. Замечательно. И одна прекрасная линейка. Я, я, я. Есть, 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 отлично. Давайте аплодируем. Ну вот, может, тут как тут. Я тебе точно говорю. Она на твоего Кирстанова глаз положила. Ну, давай посмотрим, Жень, перестань. Отлично. Итак, дорогие друзья, задание очень простое. Нужно съесть яблоко без рук. Нужна ваша поддержка. На счет три, поехали. Раз, два, три, поехали. Коля! Коля! Давай, давай, давай! Аплодисменты! Где же ваши аплодисменты? Ну, ну, поделись к участникам! Коля! 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 Эй! Коля победитель! Аплодисменты! Аплодисменты! Замечательно! Спасибо! Вот вам приз от нас! Аплодисменты! Аплодисменты! Кромче, громче! А теперь танцуем! Музыка! Это кто это такой? Это тебе. С Новым годом! Спасибо. Такой смешной. С кнопкой. Девушка, вы свободны? А что? Может быть, потанцую? Может быть. Я приглашаю. Давай, Музыка. Слушай, давай я вот несу в раздевалку, ладно? Ух, Заяц! Ух ты, Заяц! Безобразник какой! Сейчас, быстро. Давай быстрее. Я быстро. Сейчас, извини, пожалуйста. Может, потанцуем? Давай потанцуем. Только недолго, Люба скоро придет. Конечно. Кирсанов! Чего? Ты мне нравишься. Да, ты что? И чем же? Ой, не знаю. Всем. Слушай, я... Я курить хочу. Пойду покурю. А я тоже хочу курить. Да? Да, пойдем. Извините. А у меня там еще бутылочка шампанского приписана. Ну ты где, Жень? Я тебя весь вечер уже ищу. Ну что? Ну, Кирсанов, хочу с тобой на Брудершафт выпить. Так мы же уже на ты давно. Ну и что, все равно давай. Давай. Жень! А где Коля? А они куда-то вниз пошли. А кто они? Мы пойдем? Пойдем. Угу. Видел, какого он мне зайца подарил? Да. Такой смешной. Ну где Коля-то? А? Люба. Какая же ты гадина, Казарина. Люба, подожди. Люба. Подожди. Подожди, Люба. Я прошу тебя, я все объясню. Люба. Отпусти. Подожди, я объясню все. Сегодня я на Томичку, так не люблю ее. А кто ее любит? Люба. Люба, мне его жалко. Да перестань ты. А если бы твой, Санек, так? Да я бы ее вообще, конечно, убила. Кого? Да Машку. Это же она все подстроила, зараза. Не, ну он тоже, конечно, хорош, но все-таки ничего такого он не сделал. Ну, выпил немножко, но с кем не бывает. Может, ты это простишь, Ва? Да сейчас. Делать мне больше нечего. Ну, Люба. Ну, ты мучаешься, он мучается. Да ничего я не мучаюсь, Жень. И вообще, я рада, что это произошло именно сейчас. А не через 20 лет, как у моей матери. Привет. Здорово. Ты куда, Вить? Все, Коля, во, все, доставай. Вить, слушай, ну ты только приехал и уже уезжаешь? Да, уже уезжаю. Ну, а что я матери скажу-то? Не знаю, Коль, придумай что-нибудь внятное. Найди слова. Ну, конечно. Послушай, Вить, да плюнь ты. Ну, капризничай. Ну, соскучилась. Давно не виделась. Ну, что тебе? Ну, соскучилась она. Не виделись давно. Лучше бы ты вообще не приезжал. Глаза бы мои тебя не видели. И мои бы тоже тебя не видели, если бы он не брат с матерью. Ой, только не надо меня пугать. Я возьму и завтра. Завтра же подам на развод. Понял? Подала она на развод. Как же? Рассказывай. Ты думаешь, я этого не сделаю? Я это сделаю завтра же. Конечно, завтра же сделаешь. Из квартиры моей съедешь, да? Из столицы и поедешь в свой родной город Затрипинск. А ты что думаешь? Ты что думаешь? Тут так легко мне жить. А ты попробуй, попробуй. Тут поживи со своей матерью. Я на тебя посмотрю. Своишь, ну-ка, мать мою не трогай. Ладно, я тебя трогаю. Я знаю. Сволочь, я ненавижу. Я ненавижу тебя. Успокойся. Успокойся. Сволочь. Марина, пошла ты. С катертью дорога. Успокойся, все. Мам, ты что, смотришь телевизор без звука? Мам, ну почему ты все время молчишь? М? Ты думаешь, что тебе одно и плохо, да? Ну я же не железная, мама. Ну почему ты думаешь, что со мной ничего не происходит? Ну тебе что, совсем на меня наплевать, мам? Мам, мамочка. Ужин Татьяна приготовила. Марин. Можно? Марин, ну все. Перестань реветь. Хочешь, я тебе воды принесу? Нет. Лучше что-нибудь покрепче на кухне есть. Держи. Нет, не могу. Он меня в лакилу загонит. Ну вот еще. Ты чего глупости говоришь? Ну перестань, все, успокойся. Ладно? Понимаешь, если бы он меня любил, он давно бы уже поменял бы работу. Дался ему этот север. Знаешь, я когда там жила, представляешь, я дни там в календаре зачеркивала. Ну послушай, ну послушай, ну уехай. Ты еще соскучишься. Пройдет время, все наладится. Правда, Марин, успокойся. Знаешь, знаешь, когда я вышла замуж, я подумала, вот наконец-то я уеду из этой тьмы дараканий, буду жить как человек. А сейчас получается, разводись, не разводись, все равно обратно придется возвращаться. А я не смогу. Там снег в июне тает, а в сентябре уже снова лежит. Там никогда не бывает солнца. И все время хочется спать. А когда не спишь, хочется умереть. Марин, ну все, ну перестань. Ну может, он и не уедет никуда. Прогуляется, остынет, вернется. Все наладит. Нет, Коля. Нет, Коля, ты не понимаешь, он не вернется. Не вернется. Вернется? Не вернется, потому что он меня не любит. Он любит все, что угодно. Он любит все. Он любит свой север, тайгу, болото, свою работу. Нефтяные эти, вышки поганые. Все, что угодно, только не меня. Марин, Марин, ты чего? Коля. Марин. Коля. 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 Доброе утро. Что мы наделали, а? Что вообще теперь делать? И вообще, сколько времени сейчас мать вернется с дежурства? Прекрати степку. Ничего страшного не произошло. Дурачок. Мы же никому ничего не скажем. Это будет наша с тобой маленькая тайна. Это не маленькая тайна, а большая ошибка. Ты что, жалеешь? Да. Этого больше не повторится. Дай. Да, Сережа, натворил ты дел. Вот потому у тебя и проблемы кругом. И с бизнесом, и с Ксюшей этой. Прости, Господи. Ну давай, давай. Ты мне что тут будешь сейчас мозги вынимать, да? Слушай, Танюха, я тебе как сестре сказал, что ты устраиваешь, ну? Ну вот я тебе как сестра и говорю. Ну, ладно, все, пойду я, сестра. Сережа. Сережа. Ну, вернулся бы ты к Надежде, а? Попросил прощения бы. Да. Ну и как ты себе это представляешь? Если бы еще с бизнесом все было нормально, то получается, везде проиграл и решил к жене вернуться, да? Ну, а так оно и есть. На то она тебе и жена, чтоб, как говорится, и в горе, и в радости. Ладно, все, давай. Я позвоню. Да, давай. Пока. Алло. Надя, здравствуй, это я. Сережа. Я долго не решался позвонить тебе. Я не знаю, как сказать. Знаешь, Надюш, я очень скучаю по тебе. Я тоже. Может быть, тогда встретимся на нашем месте завтра в пять, хорошо? Хорошо. Пока. Хорошо. Хорошо. Мама, что случилось? Ничего. Доброе утро. Доброе утро. А что случилось? Ничего. Вот хотела будить тебя к завтраку, но ты так сладко спала, что я не решилась. Ой, господи, я уже забыла, как твой голос звучит. Я не понимаю, что ты проспала? Что-то произошло? Я сама не знаю, но обещаю, что к вечеру ты все узнаешь. Доброе утро. Вставай. Люба, привет. А мне с тобой поговорить надо? А мне с тобой не надо. Люба. Ну, пожалуйста. Ну, мне надоело, что он меня все смотрит, как непонятно на кого. Ну, подумаешь, я один раз с парнем поцеловалась. Ну, это же когда было, зимой. Мы с ним даже не разговаривали после этого ни разу. Ну, честное слово. Послушай, ты можешь обжиматься по всем углам с кем угодно. Мне абсолютно все равно. Ты хотела меня наградить. У тебя получилось, я тебя поздравляю. Ты... Я только не могу понять одного, почему ты меня так не любишь. Люба, да неправда. Ну, не говори глупостей. Ну, что, поговорили? Я тебе говорила, что это бесполезно? Ну, ты сказала, что ты виновата. Я просто вот не понимаю, почему я должна оправдываться перед ней? За что? Да тебя никто не просит оправдываться. Просто прощения попроси. И все. У Караваевой, да? Да. Она не умеет прощать. Понимаешь, не дано ей это. Только зря у меня жалость. Термин анаэробные инфекции в клинике применяется не к возбудителям, а к нозологическим формам. И только к тем, которые... Не понимаю, что я ей сделала. ...местными резкими изменениями поверхности кожи и... Потому что ты красивая и умная. Из обеспеченной семьи сама выезд тут поступила. И всякий взяток. Я не встречаюсь с парнем, по которому полноистуто сохнет. И не зря, между прочим, сохнет. Происходит прорастание спор... Короче говоря, это зависть. Да я ее насквозь вижу. Токсин проникает в тело нервной клетки и мигрирует через синапс. Молодой человек. Похоже, вы увлечены чем-то очень далеким от темы нашего разговора. Вернее, я бы даже сказал, не чем-то, а кем-то. Видимо, вас не очень интересует патогенез анаэробных инфекций. Ну почему же? Меня очень даже интересует патогенез анаэробных инфекций. Да. Ну что ж, тогда повторите то, о чем я сейчас рассказывал. Токсин проникает в тело нервной клетки, мигрирует через синапс к прессинаптическому окончанию, блокируя высвобождение ингибирующих нейромедиаторов. Так, а вот этого я уже не говорил. Но ведь это так. Похвально. И откуда вам это известно? Ну, я же сказал, что меня интересует патогенез анаэробных инфекций. Я кое-что читал, ну и запомнил. Ммм. Похвально, похвально. Мам, привет! Привет! Пахнет вкусно. Мам, у нас гости? Ничего себе! Мама, какая ты красивая! А что случилось? Здравствуй, дочка. А он что здесь делает? Любаш, я все понимаю... Подожди, Сереж. Я сама. Дело в том, что... Папа хочет вернуться. А это как? Захотел, ушел, захотел, вернулся? После того, что он сделал, я не хочу его знать. И не надо меня уговаривать. Просто... Просто все люди могут ошибаться. Ах, он ошибся! Ты же сказала, что он нас предал. А теперь он просто ошибся. Пусть катится отсюда. Подожди. Он никуда не уйдет. Потому что это его дом тоже. Прекрасно. Значит, уйду я. Не надо. Ну, пожалуйста, Лю... Оставь ее, не трогай. Будет только хуже. Ты же знаешь. Надь. Ей нужно время. Просто нам всем нужно время. Ой, Надь. Привет, Танюш. Люба дома? Нет, нет. Проходи. Давай, Сиба. Чайку попьем. Ой, я не хочу, я на минутку. Ну, вот сколько все это может продолжаться? Скажи мне. Я думала, она у тебя поживет день-ка два и домой вернется. Ты характер своей дочери знаешь. Сначала она на Сережу обижалась, а теперь и на тебя обижается. Ну да. Не одно, так другое. Ну, что теперь делать? Может, к лучшему. Ну, пусть и меня поживет. Вам с Сережей тоже вдвоем побыть надо. Я вот деньги привезла. Ой, нет, это ты сразу забери. Что ты? Люба узнает. Она мне такой товарищеский суд устроит. А ты ей ничего не говори. А сама она не догадается. Ты знаешь, сколько я зарабатываю. И она копейки. Ой, Тань. Ну, вот что нам с Сережей сделать, чтобы Люба домой вернулась, а? Ой, не знаю. Может, ты с ней поговоришь. Ой, что ты? Я столько раз пробовала. Ничего слышать не хочет. Она упрямая. Не прощу, говорит, и все. А к нам мальчик приходил. Сказал, что ее однокурсник. Я по глазам поняла, что ему Любочка небезразлична. А он ей? Тань, я не знаю. Она мне что-то рассказывала, я не помню. Но ты же знаешь, в каком я была состоянии. Ну, да. Ну, может, хорошо у них все? Нет. Они поссорились, это точно. Иначе бы он знал, что она переехала к тебе. А, ну, да, да. Вот что делать, а? Тань, вот что делать? Пока я свои проблемы решала, я про Любочку совсем забыла. Как она живет, что с ней? Места себе не нахожу. Послушай, Надь, ну почему у тебя такой характер, а? Ну, ты все время чувствуешь себя виноватой. Муж от тебя ушел, ты виновата. Дочь в позу стала, тоже виновата. Ну, успокойся, взрослая она уже, понимаешь? Учится, работает, с мальчиком ссорится. Нормально все, Надя. Да. Ну, может быть. Ну, ладно, я домой пойду, а то Сережа должен с работы прийти. Ну, слушай, а как у вас с ним? После работы не задерживаются? Нет, что ты. Приходит минута в минуту. Как часы. Это ж хорошо. Ой, Люба пришла. Привет, как учеба? Нормально. Здравствуй, дочка. Вот. Характер, нам учиться с ним еще. А может мне остаться поговорить с ней? Я не знаю. Слушай, иди уже домой к мужу, а? Честно, не говорить бесполезно. Пусть успокоится. А потом... Ладно, спасибо. Любочка, до свидания. Иди, иди, я позвоню. Пока. Мать принесла? Да, принесла. И ты взяла? И я взяла. Зачем? Так, Люб, я взрослый человек, я сама решаюсь, что мне делать, а что нет. Прекрасно. Люб, Люба, ну не злись, Люб. Ну, Люба. Ну, посмотри ты на маму. Она за несколько дней с отцом ожила. Ну, порадуйся ты за нее. Да я радуюсь. Но не могу делать вид, что ничего не было. Ни отравления, ни больницы. Почему ему все сходит с рук? Ну, нужно же как-то нести ответственность за свои поступки. Люди живые. Ну, они могут иногда заблудиться, оступиться. Ну, жизнь такая, Люба. Да все я понимаю. Ну, надо платить за все. Ну, правильно, у всех дети, у всех соседей, у всех пробки, а работать некому. У меня у одной проблем нет. Скоро я... Скоро я вообще по две смены пахать буду. Нина Викторовна, вы возьмите меня, медсестрой, хоть на полставки. А главврачом не хочешь сразу, нет? Я серьезно. Вы дайте мне испытательный срок. Вы же сами говорите, работать некому. А я и уколы делаю, капельницы ставлю. Ну, а за тебя кто работать-то будет? Так я же не каждый день работаю. Я могу чередовать. Так не положено. Ну, пожалуйста. А если мы на твои полставки кого-нибудь другого оформим? Хорошо, я согласна. Ну, ладно. Я поговорю с начальством. Но имей в виду, я за тобой приглядывать буду. Жень, ну что за срочность такая? Прекрасно бы все успели завтра. Ну, я тебя прошу, у меня завтра не будет времени совсем. Ну, ладно, уговорила. Слушай, я забыла тетрадку. Сейчас приду. Ну, как обычно. Давай, я жду. Привет. Жень, ну и это тут. Ну, я... Поговорите, в общем. Люб, я хотел... Сел. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Я в душе спрочу. Люба, Люба, подожди. Садись с нами, чеку попей. У мамы к тебе есть разговор. Ну и о чем говорить будем? Мы тут с папой подумали, что ты у нас уже взрослая. Вот. В общем, вот ключи от твоей квартиры. Небольшая, но уютная. Мы с папой купили ее специально для тебя. Спасибо. Нет, нет, это не подарок. Это вынужденная мера. Так надо, понимаешь? Кому? Люба, ты знаешь, я тебя люблю. Ты мне как дочь родная. Ну, понимаешь, две одинокие женщины в одной квартире это перебор. У каждой из нас должна быть своя личная жизнь. Ну, а насчет квартиры это была полностью моя идея. Да. С папой ты жить не хочешь, но ты наша дочь. Мы тебя очень любим, ты наша единственная дочь. Правильное решение. А вот когда выйдешь замуж, нарожаешь внуков нам, вот тогда мы от тебя и отстанем. Спасибо, мама. Можно? А вы похожи с мамой. А почему ты не знакомишь меня со своими родителями? Ну, ты ведь меня со своими тоже не знакомишь. Я просто хочу думать только о тебе. Не хочу, чтобы кто-то еще вмешивался в наши отношения. Ты прав. Нас не должно касаться то, что происходит у других людей. Даже если это близкие люди. А у нас с тобой будет все просто замечательно. И знаешь почему? Потому что я тебя очень люблю. Ну, и где ты шлялся? Марин, я тебе уже, по-моему, говорил, что не обязан перед тобой отчитываться. Я беременна. Да ты что? Поздравляю, брат знает. Звонила ему уже? Нет. Решила первому тебе сказать. Почему мне? Потому что я думаю, что ты отец ребенка. Что? В каком смысле, Марина? В каком смысле? Я не знаю, кто отец. Я была и с тобой, и с Виктором. Разница буквально несколько часов. Послушай, а это можно как-нибудь точнее узнать? Зачем? Для меня это не имеет никакого значения. Но это для меня имеет значение. Я все равно решила. Буду рожать. Но если ты, конечно, хочешь, мы можем сделать тест на отцовство. Только что мы будем объяснять нашим родственникам? Ну, откуда такие сомнения? Ты подумай. Значит, молодого человека зовут Николай. Угу. И вы с ним учитесь вместе? Ты хочешь спросить, в каких мы с ним отношениях? Ну, в близких. Коля часто остается у меня ночевать. А скоро переедет совсем. Куда переедет? Сюда? Угу. Ну, ты же сама говорила, что я уже взрослая. У меня должна быть своя личная жизнь. Любочка, я не хочу с тобой ссориться. Ну, можно с тобой просто поговорить. То, что произошло у нас с папой, я бы все отдала, чтобы с тобой этого не случилось. но я не знаю, как тебя от этого уберечь. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Мама, я очень счастлива. Очень. жениться-то вы собираетесь? Ну, конечно, собираемся жениться. Собираемся. Ну, мы, правда, еще об этом не говорили, но собираемся, естественно. Ну, ты нас-то не забудь предупредить, ну, чтобы мы как-то успели подготовиться, что ли. идут. Идут. Куда? Вы отец? Поздравляю. Я? Нет, не я, брат мой. Вот, вот папа мой отец. Бери ребенка. Давай, давай, давай. берите аккуратненько. Здрасте. Коля, отдай мне здесь средствицы. Слушай, деньги надо. Коль. Спасибо. Артем Викторович. До свидания. Артем. Темочка. Коля, ну, иди ближе, не бойся, посмотри на племянника. Смотри, богатыря мне Маришка, родила какого. Хороший пацан. Да? Ну, поехали. А, да, едем. Осторожно. Колька, помоги. Держи. Артем, Виктор, Виктор. Ой. Ну, видел? Вылет и ты. И тестов никаких не надо. Вить, аккуратней. Люп, тебя Кирсанов замуж не звал? Нет. А почему ты спрашиваешь? Да так. А что случилось-то? Ничего особенного не случилось. Ну, правда, Жень. Что? Ну, я же вижу, тебя прям все распирает. Давай, колись. Жень, ну, правда, давай. Мне Сашка предложение сделал. Да ты что? Ой, мамочки, как я счастлива. Ну, ты согласилась? Ну, конечно. Я очень рада. Санька хорошая. Слушай, а тебе не кажется, что, ну, может, рано? Страшно как-то? Ну, почему? Я его знаю с восьмого класса. Чего тянуть? Ну, да. Слушай, а приходите к нам сколько в гости? Я что-то, кстати, не видела его сегодня. А у него мать заболела. Он, по-моему, дома. А он поэтому сегодня не пришел, да? не знаю, То есть, ты не знаешь, но позвонил, знай. А я звонила, трубку никто не берет. Люб, ты чему? Тебе что, плохо? Ой, мамочка. Ой, женя, кажется, беременная. Любаш, это я. Люб, ты скоро? Ты здесь? Подожди, не заходи, пожалуйста. Алло. Коля, привет. Откуда у тебя этот номер? У тебя на столе нашла. Ты когда домой придешь? Не знаю, завтра. Сегодня? Послушай, не надо мне указывать, ладно? Дениари, если ты не придешь, я все расскажу Виктору и матери, а у нее, между прочим, сердце и давление. Сегодня. Марина. Любаш, мне сейчас мама звонила, ей опять плохо стало. Мне ехать надо. Что с тобой? Что с тобой? Ну-ка, посмотри на меня. Так, подожди, я сейчас скоро вызову. Не надо. Точно? Я беременна, Колька. Может, ты скажи что-нибудь? Ладно, иди домой, Коля, тебя мама ждет. Люба, подожди. Иди, иди, Коля. Люба. Иди. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Как кто спрашивает? Мать его ребенка. У Коли пять дней назад родился сын. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Давай нормально поговорим. Уйдем с занятий пораньше и поговорим. Я, я идиот. Я, я понимаю, ты ожидал от меня другой реакции, но я, я растерялся. Я правда очень хочу, чтобы у нас была семья и ребенка я тоже хочу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Второго. У тебя же уже есть ребенок. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это она тебе звонила, Люб? Она мерзкая баба, она дрянь. Я, я ненавижу ее. Я, я идиот, сволочь, я негодяй, но позволь мне все тебе объяснить. Я, я давно собирался. Оставь меня в покое. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ой, да что с вами, что? Держи. Бегом за Иваном Петровичем. Чего стоишь? Люба. Люба, что с тобой? Что с тобой? Мне так плохо, мама. Мне так плохо. Чи-чи-чи-чи. Я не знаю, что мне делать. Подожди. Ну, что случилось, а? Я жить не хочу, мама. Забрать документы – это серьезное решение. Я надеюсь, вас предупредили, что вернуться к нам вы сможете только на коммерческой основе. причина. Причина хоть уважительная. Причина хоть уважительная. Да, я крови боюсь. Шутите. Эдуард Гаврилович, я так решил. Решил, так и решил. Иди. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Сережа, ну, пожалуйста, успокойся. Негодяй, а? Вот мерзавец. Тише, Любочку разбудишь. Только что уснула. Подонок. Знаешь, я его собственными руками. Ну и что? Ей от этого легче не станет. Надюшата, а может, ты это поговоришь с ней? Объясни, что таких, как этот Коля, у нее еще миллион будет. Сережа, дело в том, что она беременна. Так. Приехали. Еще этого не хватало. Она меня просила об этом не говорить, но я просто не знаю, что делать. Тише, пожалуйста. Что ты ищешь? Сигареты где-то лежали. Вот, возьми. Уговаривать ее сделать аборт у меня просто не поворачивается язык. А с другой стороны, как быть с институтом? И вообще, куда я сейчас с ребенком, а? Надь, Надь, ну какой черт, аборт? Аборт. А мы на что с тобой? Подожди. Люба! 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 Ушла. Она все слышала. Вот и все. Ну ладно, ладно. Не все. Давай так. Вот как она решит, так и будет. Решит рожать, пусть рожает. Поможем. Угу. Спасибо. До свидания. Привет. Извини, что вытащил тебя в такую рань. Просто позвонить больше некого. А тебя что, никто не провожает? Брат в отъезде. Мама в санатории. Кирсанов, ты мне можешь объяснить, что здесь вообще происходит? Да, ничего особенного. Вот, в армию ухожу. Представляешь, вчера пришел в военкомат, а мне сразу повестку в руки. Явиться в 8 утра с вещами. Да как ты вообще додумался, документы-то из института забрать? Надо было так. Что Люба твоя беременна, знаешь? Знаю. И что, ты бросил ее? Она меня сама бросила. Да что ты за бред говоришь, Коля, она тебя любит, это же видно сразу. Дело в том, что в общем ей сказали, что у меня есть ребенок. Ребенок? Угу. И что, это правда? Какая разница? Главное, ребенок есть, а вот только не могу понять, мой он или нет. Потрясающе. И получается, что ты дал шанс с женщинами самим во всем разобраться, да? Наверное, еще не сказал никому, что в армию уходишь. Круто. Ты просто настоящий мужик. А настоящему мужику место как раз в армии. Ладно, Казань. Звони. Кому? Ну, как кому? То, и кого любишь, то и звони. Давай, давай. Абонент не доступен. Спасибо. Внимание, призывники! Все проходим в автобус! Маш, ты передай, пожалуйста, любишь, что я... Коля, не надо. Не надо вмешивать меня, пожалуйста, ваши там семейные дела. У меня и без вас проблем. Знаешь, сколько? Ладно. Спасибо, что пришла. Пожалуйста. Пока. Счастливо. Быстро! Так. Караваева. Люба! Люба! Господи. Любочка! Мама! Ну, зачем ты отключила телефон? Я же звоню, звоню, я же волнуюсь. А у меня все хорошо, иди домой. иди домой. Ну... Любочка, ты извини меня, что я папе все... Ну, я просто не могла молчать, ты понимаешь? И хорошо, что рассказала. А ты знаешь, что он сказал? Знаю. Нет, не знаешь. Ты тогда убежала. Мама, пожалуйста, иди домой. Я тебя очень прошу, просто иди домой. Нет. Я никуда не уйду. Мне не надо помогать. Меня не нужно спасать. У меня все отлично. Мама, уходи, пожалуйста. Просто... Караваева, Караваева, тебе ребенка нести, кормить будешь? Кормить. А где мой ребенок? Значит будешь. Ну чего вы спрашиваете, конечно буду. Ну те, кто без мужей рожают, бывают отказываются от детей, оттого и кормить не хотят. Вот, держи. Маленькая. Так вот у меня какая? Девочка? Дочка. Хорошо, у меня тоже девочка. Девочка ближе к матери. А ты имя придумала? Вера. Хорошее имя. Какая моя сладкая. Хе-хе-хе. Ну что, ты решила, что делать будешь? В каком смысле? Ну как, через неделю учебный год начинается? По вечерам тетя Таня будет приходить. А в больнице с дежурствами я договорилась. Люба, ты какая больница? Ты что? Ну третий курс, ну хватит уже. Да знаю я. Но мне же надо на что-то жить. Нам же надо на что-то жить, да? Да. Но у тебя мама не работает. Можешь попросить ее с внучкой посидеть? Нет, не могу. Да ну почему? Тоже мне. Дедушку придала. Внучку из роддома встретить. Что теперь, трагедия из этого делать? Я просила ее не приходить с ним. Просила, она пришла. Ну а сколько можно, Люб? Ты можешь дуться на родителей сколько угодно. Но лишать их внучки просто не имеешь права. В результате мы видим снижение проведения импульса через АБ-узел. Извините, добрый день. Борис Евгеньевич, позвольте, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Пожалуйста, проходите. На сегодня все. Сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Следующее занятие будет посвящено фармакологическим особенностям гликозидов. Итак, перед вами наша самая большая аудитория. Люба. Люба. Ты знаешь, кто это? А это, девочки, наши спонсоры. Деканок с утра по аудиториям вводит, показывает, в чем нуждается наш институт. А, ну тогда понятно, почему ты не свалил ее после первой пары, как обычно. Вы заметили, на потолке есть трещины. А это вызывает опасения за жизнь студентов. И без вас мы тут сами никак не справимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Я бы хотела поговорить по поводу пересначить зачетов за... Люба. Слушай, этот спонсор с тебя глаз не сводит. Спасибо вам огромное. Наверное, у меня на лбу написано, что я самая нуждающаяся. Слушай, вон ты у нас сам, нуждающийся. Казарина. Он. Ваш поспел и везде поспел. Спасибо. Подождите, без меня не уходите. Караваева, стой. Слушай, я у тебя хочу спросить. Тебе и Кирсанов не пишет? Ясно. Значит, ты не знаешь, что он был ранен. Что значит ранен? Где? Ну, откуда я знаю, где? Писал мне из госпиталя. Говорит, что все в порядке. Но ты ведь знаешь, его вечно отшучивается. Маш, мы тебя ждем. Ладно, давай, я побежала. Слушай, Жень. Жень. Ну-ка давай рассказывай, что я от тебя надо. Люб, не обращай на нее внимания. Что бы она там ни говорила, не обращай внимания. Она говорит, что он ранен. Кто ранен? Я не понимаю, он на войне, что ли? Ну, кто Кирсанов, кто? Кирсанов? Не понимаю ничего. На какой войне? Я не знаю, еще она сказала, что он ей письма пишет. Ну, не гад, а? Ну, она, может, тоже хороша. Да черт с ней, тебя могут убить. Жень. Люб. Здравия желаю, товарищ капитан. Здорово, земляк. Вот, держи, как обещал. Вот достал. Только мне кажется, вам еще рановато. Нет, самое время. Слушай, что ты мне все выкаешь и выкаешь, а? Я тебе вообще-то жизнью обязан. Да ну, это мы вам обязаны. Если бы не ваш опыт, перестреляли бы нас там, как котят. Уэля, ты давай не прибедняйся. И вообще-то, кто бы меня на своем горбу одной рукой тащил. Кстати, если бы не твое медицинское образование, сдобу где-нибудь под кустом. Да ну, скажите тоже. Опять выкаешь? Ну, по уставу положено. По уставу? Забудь ты этот устав. О гражданке надо думать. Отвоевался я уже. Я тоже через месяц домой. Здорово. Слушай, мы с тобой земляки. Ну да. Здесь есть? Да, записная книжка и ручка там. Так, сейчас. Я тебе свой адрес. И телефон. Вот, держи. Как приедешь, сразу звони. Понял? Договорились? Договорились. Привезли какого-то то ли депутата, то ли помощника депутата. Не знаю. Ему плохо, прямо в машине стало. Давление подскочило. Сердце прихватило. Ну, в общем, полный комплект. Слушай, подожди так, а почему к нам-то? Ну, говорю, недалеко плохо стало. Ему часа через два навезли дорогущих медикаментов, а вечером приехала его жена, устроила тот же скандал и забрала своего ненаглядного в другую больницу. А чего скандалила? Да кто его знает? Важно что. Она все медикаменты с собой забрала, а наша старшая сестра одну коробочку прихватила. Да ты что? Вон в шкафчике на верхней полке подальше задвинула, точно кому-нибудь загонит. Хочешь жить, умей вертеться. Ну, а то. Знаешь, одна ампула больше всей твоей месячной зарплаты стоит. А то. Ой, Люба, Люба, там Елене Викторовне опять плохо. Любочка, мне кажется, она умирает. Позовите Виктора Васильевича, он в ординаторской. Позовите Викторию. Господи, ну что? 240 на 110, плохо. А пульс? 130. Она еще на боль жаловалась, вот здесь. Ммм, загрудинные боли. Стинокардия с ярко выраженной тахикардией. Ммм, молодца. Давай-ка быстренько магнезию. Внутривенно 10 и 10 физраствор. Поняла? Да. Магнезия, магнезия. Магнезия вряд ли поможет, но вариантов нет. Магнезия, магнезия. Давай еще папаверин с дебазолом. Пять кубиков дебазола и один папаверина. Внутримышечно. Не надо. Что значит не надо? Одной магнезией не обойтись. А я не магнезию ввела. Что значит не магнезию? А что ты вколола? Где ты это взяла? В шкафчике. От одного пациента осталось. Понятно. Ну и кто за это отвечать будет? Смотрите. Елена Викторовна глаза открыла. Голубушка, вам лучше? Вам лучше? Лучше, лучше. Я взяла. Я и отвечать буду. Мам. 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 Караваева. Ты что себе позволяешь, а, Караваева? Ты знаешь, как это называется? Воровство. Вот как это называется. Вы, во-первых, сейчас не кричите. Да я и не кричу. Человек мог умереть, понимаете? Эй, Караваева, ты... Ты вообще кто такая? Чтобы решать тут, кто должен умереть, а кто нет. А во-вторых, мы с вами еще выясним, кто и что у кого украл. Караваева, у тебя что, крыша поехала? Ты что, угрожаешь мне? А вот угрожаете сейчас мне вы, Нина Викторовна. А кто такой красивый? О, ты такой сладкий. Ну, тяжеленькая стала. Ну, иди к дедушке. Давай, давай, я ее... Пусть поиграет. Моя красавица, красавица. Пойдем. Пойдем с дедом, пойдем. Пойдем, моя сладкая. Наш мишка любимый. Ну, пусть воник какой-то. Ну, давай, играем, моя собачка играет. Все нормально, играет. Хорошо. Может быть, надо было все-таки что-то другое купить, а? Да я уверен, она счастлива будет. Уж я-то дочку свою хорошо знаю. Ну, привет. С праздником тебя, моя дорогая. Спасибо. А Верка где? Она у себя играет. Боже мой, мама, ну я же просила. Ну, что это? Ну, а ты как думала? Я хотела, чтобы у тебя были не только серые трудовые будни, но и праздники. А это что за памятник у нас? Подожди, не открывай. Сережа! Здравствуй, дочка. Мы это тут вот с мамой решили. В общем... С днем рождения! Поздравляем. Вот. Ну, я так понимаю, у нас не день рождения, а день примирения? Люба. Пожалуйста. Вы можете отпраздновать без меня. Ну, что ж такое-то? Ну, так же нельзя, Люба! Люба! Надюша, Надюша, послушай. Эй. Все. Ну, что это такое? Оставь ее в покое. Пойми, у человека день рождения. Посидите без меня, отметите, все нормально, я пошел. Подожди, никуда ты не пойдешь. Мне это уже надоело. Ты два месяца потратил, чтобы найти этот подарок. Надюша, успокойся. Ну, а как? Проблем нету. Подаришь без меня. Ну, все. Ну, как без тебя? Я пошел. Ну, подожди. Ну, все, все, все. Ну, подожди. Надюша, все нормально. Ну, мы же вместе пришли подарить этот подарок. Ай. Ай. Открой, пожалуйста. Ты знаешь, твоя принципиальность превращается в обычное ослинное упрямство, слышишь? Отец ушел. И я тоже ухожу. С праздничком. Дальше. Ну, ты знаешь, что я не знаю. Ну, ты знаешь, что я не знаю. Это сделано. Ты знаешь. Ну, ты знаешь. Отпраздновали день рождения. Привет. А ты что здесь делаешь? А я не здесь, я в гинекологии. А, застудилась что ли? Нет. Ну говори, я же все равно узнаю, чего ты. Аборт я делаю. Аборт? Да, аборт. А что такое? Что так вылупилось? Подумаешь, обычное дело. Как это обычное дело? У тебя что, угроза, да? Хочешь, я узнаю? Не надо, Люба, ничего узнавать. Я и без тебя все знаю. Ну что ты знаешь? А то, что мне квартиру родителей, в отличие от некоторых, в центре Москвы не купят. Вот что я знаю. А при чем здесь квартира? Да при том, тебе вон есть на что твоего ребенка растить и воспитывать. А я что с ним делать буду? Все мои планы сразу. Коту под хвост. Ты что, с ума сошла? Какие планы? Ты же ребенок. Люба, не надо только морали мне читать, ладно? Ты жизнь еще нормально не знаешь. А вот когда она тебя тряхнет по-настоящему, вот тогда мы посмотрим, как ты будешь свои принципы железные соблюдать. Я просто хотела тебе помочь. Можешь делать все, что хочешь. Люба, ну ладно, все. Извини, я просто... Можно тебя попросить? Ты можешь, только в институте никому не говорить ничего, ладно? Да я знаю, знаю, что ты не будешь трепаться. Я так, на всякий случай. А еще, если тебе интересно, Кирсанов приезжает 20-го. Поезд у него в 9 утра на Рижский вокзал приходит. Угу. Ну ладно. Пока. Пока. Слушай, у Сашки в институте экскурсия в Загородный монастырь. В воскресенье. Автобус заказали. Поедем? Да ну. Ну поехали. У тебя в воскресенье дежурства нет. Верку маме отдашь. Сама хоть отдохнешь немножко. Не хочу, Жень. Слушай, между прочим, у Сани на мехмате девчонок почти нет. Ты там будешь на расхват. Подожди, я не поняла. Ты меня что, сватать что ли решила? А хоть бы и так. Тебе давно пора с кем-то познакомиться. Не хочу, Жень. Хочу дома побыть, выспаться, отдохнуть. Люба, свежий воздух, тишина. Ну что я там одна буду делать? Ну пожалуйста. Господи, ну хорошо, Жень. Ты у нас мертвого говоришь, я же знаю. Только давай договоримся без сватовства, хорошо? Как скажешь. Все. В воскресенье в 9.30 на Рижском. Хорошо. Смотри, не проспей. Подожди. В воскресенье это у нас 20-е? Ну да. А что? Ничего. Люба! Ну пошли скорей, ты чего так долго? Простите, чуть не проспала. Знакомься, это Антон. Привет. Антон. Очень приятно, Люба. Может тебя до секунды? Я же тебя просила уши. Слушай, милая, в Маше не поговорим. Пошли. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Ну пойдем, чего ты? Че хотел-то? Вроде наши семьи. Я же тебя просила. Вот кто это? Слушай, ты про Антона что ли? Я не собиралась, что я с ним знакомилась. Ну конечно. Он просто рядом стоял, вот и взрослась. Кстати, нормальный парень. Сначала с Сашкой моим учился, а потом на экономической перевелся. Тёмочка уже такой большой стал. Вылитый ты. Он точно твой кофе. Я сам увидишь. Так, остался хлеб. Как бы ты не пошел. И шлёгким паром. Колька, давай за стол. И чтобы ты не встретил по дороге, говори всё, что ты видишь. И только сказал. Так я пойду тёму спать, укладывать. Как тут же принц его заметил. Вместе с мотоциклом. Полетели, полетели, полетели. Коля, мама, садитесь за стол. Сыня. Мама. Ой. В спаленку, в спаленку, в спаленку. Прилетели. Сынок. Коленька. Как я соскучилась. Я тоже. Витька-то давно приезжал? Да. Всего пару раз был за всё это время. Ну ничего. Ты теперь приехал, нам полегче будет. Ну давай, садимся. Как здоровье, мам? Ой, да какое у меня здоровье, болячки одни. Коль, ты на работу-то куда думаешь устраиваться? Мама, мама. Перестаньте. Ну какая работа? Человек только приехал. Ему нужно отдохнуть, освоиться. А что тянуть-то? Об этом сразу надо думать. А лично я считаю, что Коле сначала нужно закончить институт. Да. Потому что без образования сегодня на хорошую работу не устроиться. Да, это да. Вот я с тобой согласна. Ну вот. Милые дамы, давайте-ка я сам буду решать, что мне делать и как дальше жить. Ну, Колька, с приездом. Да, сынок, с приездом. Сейчас мы с вами познакомимся еще с одним архитектурным памятником 17 века, так называемыми трапезными палатами, со встроенной церковью Сергия Радонежского. Там мы сможем с вами полюбоваться великолепными образцами росписи и белокаменной резьбы. Не отставайте, пожалуйста, подтягивайтесь. Ты идешь? Да, иди, иди. Я сейчас. Люд, ну ты что, все еще обижаешься? Кирсанова видела. Да ты что, где? На вокзале. Машка сказала, что он приезжает сегодня. Ты поэтому на вокзал приехала, да? Ну почему? Я приехала на экскурсию. Ну не знаю я, Жень, не знаю. Видела его с женщиной. Шли под руку. Мне кажется... Мне кажется, это она от него ребенка родила. Ну, я так чувствую. Ну он же говорил, что он интерпеть не может. Мало ли, что он говорил. Да. Почему тогда он именно ей сообщил о своем приезде? И Машке. Люд, ну ты так говоришь, как будто ты все это время ждала, что он вот-вот объявится. Да ничего я не ждала, Жень. Ну я ее же как-то не ждала. Можно я посижу одна? Ну конечно. Пожалуйста, Жень. Просто хочу посидеть одна и все. Ну только недолго. Коль. Коля, а ты что, уходишь? Пойду прогуляюсь. А мы тоже, кстати, с Темкой собирались на прогулку. Темочка. Тема. Темочка, пойдем гулять. Не надо, я по делу. Да я же говорю, мы быстро. Темочка. Марина. Ты меня не услышала? Я иду по делу. Один. По делу. Ага, поняла. К ней собрался. Мы пришли, вот мой дом. Слушай, как насчет кино в следующее воскресенье? Я не знаю. Ну, может, все-таки сходим? Слушай, Антон, у тебя дети есть? Нет. А у меня есть дочка. Ну, ничего страшного. Ничего страшного? Ты не понимаешь? Дочь – это самое дорогое, что у меня есть. Вот так вот дверку закроем. Будь головочку вытрем. Какие мы хорошие. Мамочка, где она? Вот она, сейчас в дверь придет наша мамочка. Вот так, а мы пойдем спать. Давай на кроватку. Вот. Спи. Привет. Привет. Как съездила? Нормально. А Вера где? Поели, искупались. Спать легли уже, все хорошо. Молодцы какие. Я пойду. Мам. Ты передай папе спасибо за подарок. Его была идея? А чья же еще? Я была против до последнего. Он настоял. Сказал, что о таком подарке можно только мечтать. Он прав. Абсолютно прав. Мам. Я понимаю, что ты старалась и хотела как лучше. И хотела, чтобы мы все как-то... Ну... Ну, не могу я. Не могу его простить. Но не получается у меня, и все. Не могу. Постарайся. Близких людей нужно прощать. Кто там не спит у меня? Дочка. Я дочь хочу увидеть. А на сына ты, значит, уже насмотрелся? Кто тебя проражал? Так я замуж выхожу через месяц. Жених мой. Врать не умеешь. Да куда уж мне до тебя. Уходи. Не могу. Уходи, пожалуйста. Коля. Чего тебе? Да ничего, просто соскучилась. Да. Отстань ты от меня. Видеть тебя не могу. А сына своего? Сына своего ты тоже не хочешь видеть? Или, может, мне все твоей матерью... Слушай, вякнешь, убью, поняла? Марина, там кто-то пришел. Это Коля. Да, мама, это я. Я ненадолго, мам. Мне нужно еще к товарищу. Коль, не уходи. Коль, ну я глупый сказал. Коль, ну я пошутила. Я, ты же знаешь, никому ничего не скажу. Коль, только не уходи. Уйди с дороги. Коля. Что, ушел уже? Товарищ капитан, разрешите? Да, конечно. Присаживайтесь. Присаживайтесь? Вы же говорили, что мы на ты. Здорово. Привет. Когда вернулся-то? Да вот как, пару дней. Пару дней? А что сразу не позвонил? Да так, слушай, Игорь, я там внизу у вас видел объявление по поводу службы по контракту на границе. Ты не в курсе, им санинструкторы не нужны? Так, подожди. Ты же о гражданке мечтал. Да, здесь еще хуже, чем на войне. Понятно. Слушай, пойдем до кафе прогуляемся. Пивка возьмем, поговорим. Давай. Путем. Я только переоденусь. Пойдем. Знаешь, со стороны здесь только один выход. На одной ты женишься, на второй помогаешь ребенку. Я так бы и сделал, только та, которую я люблю, видеть меня не хочет, а второй меня воротит. А еще хуже, вторая жена моего брата. Так что все намного хреновичем кажется. Слушай, это тогда тебе не на границу надо, а к брату бежать. Поговори с ним по-мужски, а то так и будешь мучиться. Ты пойми, я не по репе получить боюсь. Просто если все это вскроется, мать не выдержит, сердце у нее, она... Короче, нет, Игорь, у меня другого выхода, нужно уезжать. Подальше, чем быстрее, тем лучше. Сам смотри. А я тебе помогу. Ну, сделаю это все в короткие сроки. Только спасибо не говори, потому что я с твоим решением не согласен. Все равно спасибо. Давай. Ну, в общем, я его выгнала. А потом, как дура, полночи рыдала. Ну, и правильно сделала. Если у него другая семья, пусть туда и катится. Ну, а дочь посмотреть он пришел. Что, она, картина, что ли, в музее? Вообще, знаешь, у него было такое лицо, мне его даже жалко стало. Кого? Кирсанова? Прекрати! Привет, девчонки. Ну, как там, Кирсанов вернулся? А то ты не знаешь. Давай, беги. Звони, назначаем свидание. Да больно надо. Я, между прочим, завтра в Финляндию уезжаю на 10 дней. Так что счастливо вам оставаться. Не скучайте без меня. Нормально она в Финляндию уезжает. Я даже знаю с кем. Ну и с кем? С Павелом Григорьевичем. Привет, Павел. Привет. Павелом, смотри, целуются, голубки. Она же какая веселая. Спал Григорьевичем? А кто это? Ну, спонсора. Помнишь, к нам приходил? Нет, не помню. Люба! Слушай, а как тебе Антон? Антон никак. Что, совсем-совсем? Женя, он хороший парень. Но именно поэтому я не хочу морочить ему голову. Поэтому у нас ничего не получится. Ну зачем так сразу? А так он просто со мной теряет время. Ну он теряет, не ты. Тебе это что? Чего там? Что-то от мамы. Восемь непринятых звонков. Сейчас, секунду. Алло, мам. Алло, Любочка. Что случилось? Верочка где? С Верочкой все хорошо, ты не волнуйся. Любочка, папе плохо. Он не дает вызвать скорую. Что значит плохо? Не знаю, одышка. Он в боли в груди. Он весь бледный какой-то. Господи, мам, ты что, с ума сошла? Вызывай скорую срочно. Я говорю, вызывай скорую срочно. Папе плохо. Пусть идет. Мама, папа, что случилось? Скорее всего, инфаркт. В больницу надо везти. Какой ужас. Возьми Верочку. Нет, нет, ты побудь с Верой. От меня там больше толку будет. Я с ним поеду. Папа. Папа. Папа, папочка, держись, пожалуйста. Ты нам очень нужен, папа. Как же мы без тебя? Прости меня, папа. Мне очень стыдно. Я думала, что все делаю правильно. Оказывается, я ошиблась. Ведь это такая ерунда. Я... Самое главное, чтобы все были живы, здоровы. Мне так стыдно, папочка. Прости меня, пожалуйста. А что? Разве кто-то здесь и умер? Папа. Сейчас. Я сейчас, папа. Я сейчас, сейчас. Врача скорее. Он пришел в себя. Быстрее врача, пожалуйста. Папочка, я так испугалась, папа. Дочка. Ты только не уходи. Я никуда не уйду. А ты не разговаривай. Тебе нельзя, папа. Какая-то умница. У меня умница. Умница и красавица. Красавица. Я тебя... Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю, папа. Я вижу, вам уже лучше. Я... Я тут, папа. Я никуда не ухожу. Я здесь. Я вот прям здесь, папа, стою. Никуда не ухожу. Ну-ка посмотрим. Алло, мам, это я. Ну, все в порядке. Он пришел в себя. Да, я даже с ним разговаривала. Нет, врачи сказали, что все будет нормально. Да я не плачу, мам. Это я от радости. Я не плачу. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК На границе. О! Значит, все-таки вытурила тебя твоя, да? Казарина, ты что хочешь, чтобы я в жилетку тебе поплакался? О, нет, этого я не переживу. Ну, а что там на границе делать будешь? Служить по контракту. О, жестко. Еще бы. Это что ж, получается, что я тебя снова провожаю? Кирсанов, это судьба. Да ладно тебе, Казарина. Что ты выдумаешь? В аэропорт. Садись. Ну ладно тогда, счастливо тебе. Удачи во всем. Пока. Не пропадай. Пока. Абонент временно заблокирован. Ты иди, а то опоздаешь. Почему ты не едешь со мной? Я же говорил, у меня дела. Ты меня бросаешь? Ну, перестаю. Бросают жен. А у нас с тобой, прости, чисто коммерческие отношения. А если я тебя люблю? Маш, ну ты хоть себя не обманывай. У тебя телефон, ответь. Да, да, сейчас. Мне пора. Павел, я просто хотела... Я все понимаю. Маш, я все понимаю. Но мы с тобой уже все обговорили. Хорошо тебе отдохнуть. Пока. Алло. Алло, Маша, привет. Это Люба Караваева. Не знаешь, как мне Кирсанова найти? Улетел твой Кирсанов. Только что. На границу служить. На какую еще границу? Ну, не знаю. Я в аэропорт уехал. В какой аэропорт? Ну, откуда я знаю, в какой? Вы не имели права принимать решение самостоятельно. В конце концов, я заведую отделением. И к моему мнению нужно прислушиваться. Ирина Михайловна, у пациента явно выражена дистония. Я только исходя из этого приняла решение. Ну, вот что, дорогая моя. Мне надоели ваши версии. В понедельник на планерке я буду ставить вопрос о вашем самоуправстве. Люба, ну что ты за человек такой? Ну, где бы ни работал, он везде приключения на свою голову найдет. Ну, я же права, Жень. Ну, и что, какая разница? Какая разница? Я хочу добиться справедливости. Слушай, тебе справедливость нужна или работа? Хотелось бы и того, и другого. Ага. Слушай, ну это и другое так кино бывает. Тут надо как-то выбирать. А почему я должна выбирать? Я не хочу выбирать. Из принципа не хочу. Опять ты со своими принципами. Слушай, много они тебе в жизни помогли, принципы твои. Я не могу по-другому. Раз дашь слабинку, второй раз не заметишь, пройдешь мимо и все. Летишь в пропасть с огромной скоростью. Кому тогда нужны твои принципы? Кому? Ой, останешься со своими принципами одна. Да еще и без работы. Правда, искательница. Ну, ладно, как жизнь-то вообще? Вообще видеться перестали. Ну? Девушки, я предупреждаю, я скоро не выдержу. Они оседлали мой компьютер, он скоро взорвется. Саня, ну, мультики включи. Дай поговорить, а. Вы видали? Уроков много. Ну, ладно. Иди, иди, зубри. Ну, и позубри. Санюк хороший у тебя. Заботливый, папа хороший. Да он нормальный. Я просто не ждала от него, что мы таким-то особенным. Ты сама идеальная, от других этого требуешь. Да, я такая. Только мне Верку жалко. Все время ждет, что папа приедет. То есть обманывать ребенка, это порядочно. А почему я обманываю? Он действительно уехал. Слушай, а зачем надо было говорить, что он уехал так далеко, а что не может вернуться? Она-то думает, что он приедет? Верит в это? А что, лучше не верить? Да. Понимаешь, человек, когда много читает, становится образованным. Поэтому вам так много задают читать. Господи, Коля, сынок. Здравствуй, мама. Боже мой. Ой, Коля, ну что ж ты меня не предупредил? Да ну. Артемка, смотри, кто это. Это наш дядя Коля приехал. Здорово, мужик. Здрасте. Ну как же так, ты меня не предупредил? Да. Зачем, мам? Лишнее волнение только. Ой, ну что мы стоим-то под дождем? Идемте домой. Пойдем. Ну что, Артем, как в школе? Приехал, сынок. Нормально. Учусь. Понятно. Витенька наш там, на севере, на постоянную работу устроился. Платят хорошо. А клад большой плюс северные надбавки. Он и нам деньги высылает. Марина же не захотела туда к нему ехать. Ну, он и перестал к нам приезжать. Я на пенсию вышла. Марина, наоборот, работать пошла. Она в торговом центре сумки продает. Ну, ничего. Работа не пыльная. Ну, что еще? Артемка в первый класс пошел. А? А я прям как знала. Вот как сердцем почувствовала, что пригодится. Привет. Ну, ты к нам надолго или, как все, проездом? Марин, ну ты хоть бы поздоровалась. А зачем? Чтоб завтра попрощаться? А? Опять. Успела уже. Мам, ну что тут такого? Ну, с девчонками немножко выпили на работе. Это что, теперь подсудное дело? Ну, а ты чего сидишь? Давай, организуй стаканы, коль приехал. Ну, какие стаканы? Сначала надо сесть за стол, поесть по-человечески. Ладно. Пойду переоденусь. И часто она так? Да, почти каждый день. Нет, ну, сильно она не напевается, так. Коль, ты знаешь, мне кажется, у Виктора там на севере какая-то женщина появилась. Но не могла не появиться за столько лет. И поэтому я перед Мариной себя виноватой чувствую, понимаешь? А ты-то тут при чем? Пусть сами разбираются. Как там мой пациент из одиннадцатой? Это тот, из-за которого вас чуть ли не уволили? Да ничего, он бегает уже. В смысле бегает? Да не лежится ему. Меня бы в такую палату. Я б лежала и лежала. А чего? Как на курорте. Эх, хорошо, когда деньги есть. Да вон он, вышел уже опять. Ой, здрасте, Любовь Сергеевна. Рад вас видеть. Здрасте. А кто вам разрешил вставать? А, я уже прекрасно себя чувствую. И все благодаря вам, Любовь Сергеевна. Скажите, а мы раньше с вами не встречались? Не думаю. А почему вы спрашиваете? Потому что мы могли встречаться. В свое время я был в числе спонсоров медицинского института. Но, думаю, мы просто тогда не обратили друг на друга внимания. А вдруг судьба нам дает сейчас второй шанс. Знаете, Люба. Извините, мне нужно идти. А, не смею задерживаться. Извините. Здрасте, Ирина Михайловна. Здрасте. Здрасте. Добрый день. Ухожу, ухожу. Спонсор? Павел Григорьевич Левин? Ну, конечно, как я могла его запомнить, Джейн? Ну, а как ты его запомнила? Слушай, я тебе перезвоню. Мне в дверь звонят. Хорошо? Давай, целую. Угу. Пока. Привет. Привет. Впустишь? Зачем? Не знаю. Просто тебя хотел увидеть. А ты считаешь, можно вот так просто заявиться спустя столько лет? Уже поздно. Мне пора. Просто уже поздно. Lo, что пришлось. Хочу тебя. Потому что вы не думаете. Папусти. Папу. 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 После Таджикистана обратно на Кавказ. Спросишь, зачем, не знаю, не отвечу. Ну, а сейчас? На совсем вернулся? На совсем. Не могу больше. Планы какие? Пока никаких. Слушай, может, тогда к нам в милицию? Да нет, спасибо. Я по мирной жизни соскучился. Хочу, чтобы на душе спокойной стало. Там всякого насмотрелся. Каждый день, как в аду. Да что я тебе рассказываю, ты и сам все знаешь. По ночам скакиваю, ору. Мать пугается, прибегает, плакать начинает. Не знаю, все как-то не так, Игорь. Даже не знаю, как объяснить. Да и не надо. И так все понятно. Понимаешь, я смысла не вижу. За последние годы стольких друзей похоронил, а сам живой. Зачем? Почему? В совпадение я не верю. Вот и думаю, может быть, я еще нужен кому-то здесь. Что? Ничего, ты пойми, я не жалуюсь. Просто я не понимаю, для чего я живу. Зачем? Ты же хотел институт заканчивать. Да какой из меня студент уже? Тем более матери надо помогать работу искать. Так, ладно. Придумай что-нибудь. А сегодня я приглашаю тебя к себе в гости. Не поздно? Ко мне никогда не поздно. Пойдем. Пойдем, пойдем. Мамочка, здрасте! Развивайся. Ты чего в такую даль ехала? Я сама могла бы Веру забрать. Да что со мной сделается-то? Свежим воздухом хоть подышала. А то сижу в четырех стенах. Так, ночевать сегодня будешь у нас. Вер, не отпустим тетю Таню? Не отпустим. Ох, напугали. Иди переоделайся. Я, может, только ради этого и приехала. Вот тортик. Ой, Люба, сижу одна. От одиночества рехнуться можно. А ты все-таки молодец. В смысле? Ну что Верку родила? Это да. Надеюсь, что в ближайшие десять лет у меня этого счастья никто не отнимет. Ой, не припедняйся. Те еще рожать и рожать. Если, конечно, твоя работа, из тебя все соки не выживет. Ну, работа, работа. Сегодня она есть, завтра ее нет. А то, глядишь, и уволят с работы. Тебя уволят? Ой, да не смеши меня. Кто тебя уволит? Ты ж трудоголик. Кто тогда вообще работать будет? Ты лучше скажи, чего ты все одна да одна. Давай-ка будем чай пить. А сама, наверное, думаешь, кто бы, мол, говорил, да? Люба, посмотри на меня. Я тебе живой наглядный пример, как прожить всю жизнь в одиночестве и каждую минуту об этом жалеть. Пойду чайник поставлю. Вчера Мымра все твои истории просмотрела. Всех больных за этот год. Да ради бога, пусть смотрят. Мне все равно. Ну смотри, мое дело предупредить. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте, Ирина Михайловна. Приятного аппетита. Спасибо. А вы разве не должны быть на обходе? Так обход в девять. А сейчас еще девяти нет. Сейчас девять без трех минут. А в девять вы должны быть в палате. А вы не волнуйтесь, Ирина Михайловна. Я бегаю быстро. Любовь Сергеевна, вы поймите, я действительно считаю вас очень талантливым, перспективным врачом. Но мне не нужны конфликты среди персонала. Все сотрудники только и делают, что обсуждают ваш конфликт с Ириной Михайловной. У нее, конечно, скверный характер. И мне с ней бывает трудно. И, честно говоря, я бы с удовольствием предложил вам занять ее место. Ну, будь у вас немножко больше опыта. Но сейчас я вынужден просить вас уйти по собственному желанию. А я увольняться не собираюсь. Любовь Сергеевна, ну зачем им эти проблемы? Между нами говоря, вы же знаете, что если только захотеть, то любого из нас можно так подставить, что пятно на всю жизнь останется. Я вас не пугаю, а просто по-дружески прошу, мне не нужны два начальника в одном отделении. Кто-то из вас должен уйти. Ну, а почему я, Аня, она? Почему? Ирине Михайловне остался год до пенсии, а вы только начинаете. Если вы уйдете по собственному, я вам помогу с работой. Мне ваша помощь не нужна. Любовь Сергеевна, куда вы? Заявление писать. Счастливо. Алло, Жень, привет. Как дела? Привет, нормально. Слушай, у вас в поликлинике есть вакансии? Все-таки уволили. Ну, да. Ну, так что насчет работы? Ну, вообще-то есть. Участком пойдешь? Ну, а что, у меня есть выбор, конечно, пойду. Так, тогда завтра в восемь я тебя жду в регистратуру. Не опаздывай. Хорошо, договорились. Ну, давай. Пока, договорились. Давай, до завтра, пока. Женька. Женька. Привет. Привет. Слушай, в такую даль вообще еле добралась. Ну, приыкай. Ну, что, думаешь, возьмут? Конечно, возьмут. Заведущая с ног сбилась, меня замены найти. Работа-то не из легких. Ну, зато практика хорошая. А тебе что, замена нужна? Ну, да. Я же в декрет ухожу. Да ты что? Угу. А что ж ты молчишь? Какой срок? Шестнадцать недель. С ума сойти. Все, пойдем. Санька, наверное, снимаем небе от счастья. Он же давно второго хотел. Ну, да. Женька, я так рада. Молодцы. Слушай, по тебе вообще не скажешь. Ну, так срок еще маленький. Все-таки четыре месяца. Нормально. Чем-то вкусно пахнет. Бабушка. Пришли. Ну. Бабулечка. Проходите, проходите. Я вам блинчиков напекла вкусных. Разувайся. И в ванну мыть руки. Хорошо. Мам, возьми картошку. А вы кроме картошки что-нибудь питаетесь? Мамочка, ну не начинай. Я тебя очень хочу. А я не начинаю. У тебя пустой холодильник был. Сразу говорю, деньги не возьму. А кто тебя будет спрашивать? Мам, ну я тебя очень прошу. Ну, будем ругаться, что ли, опять? Знаешь что? Я не собираюсь с тобой ругаться, правда. Вот отец продукты привез, я их разложила. Не нужно только мне возражать. Ребенок не может питаться одной картошкой только потому, что у ее матери идиотский характер. Понимаешь? Угу. Так что вот. Вот деньги. Купишь себе одежду, косметику, не знаю, все, что хочешь. Баб, я помыла руки. Где мои блинчики? Давай скорее. Любовь Сергеевна, здрасте. Здрасте, Павел Григорьевич. Как вы себя чувствуете? Отлично. Отлично. Собственно, я и хотела вас за это поблагодарить. А мне сказали, что вы уволились. Вот еле отыскал. Спасибо. Только меня ждут больные, мне нужно идти, извините. Давайте я вас подвезу. Ну, неудобно. Вы, наверное, спешите. Да перестать. Садитесь. Спасибо. А цветы на заднее сиденье положить. Спасибо. Поначалу жутко уставала. Мотаешься по району целый день. Потом еще на приеме. Но сейчас привыкла. Мне даже нравится. А мне сказали, что вас уволили из-за меня. Глупость. Просто заведующие не сошлись характерами. Вот и все. Тем не менее, я чувствую себя вдвойне обязанным вам. Напрасно. Люба, вы очень хороший врач. И это не только мое мнение. А вы считаете, что хорошему врачу не место в районной поликлинике? Я считаю, что у хорошего врача должна быть достойная перспектива. Дело в том, что мой бизнес тоже связан с медициной. Вы к нам в институт приходили, я помню. Да. Мы приехали. Остановите, пожалуйста. Здесь? Чуть дальше. Да, хорошо. Спасибо большое. Да оставьте, оставьте цветы. Оставьте. Я вас подожду. Да что вы, я сегодня весь день на вызовах. Ну и хорошо. Значит, на сегодняшний день у вас есть личный водитель. Поверьте, мне это доставит удовольствие. Спасибо. Привет! Вера! Привет, привет. Здравствуйте, Павел. Я побежала. Спасибо. Какая прелесть. Что же вы нас так балуете, Павел? По-моему, мы давно перешли на ты. Ну да. Дядя Паша, поехали мороженое есть. Ну, Верунь, ну какое мороженое? Уже поздно. А мы быстренько. Поехали. Ура! Задитесь. Я сразу, как кошку. У меня есть домик с кухней. Там есть посуда. Мне дедушка подарил, чтобы я своих коколок вкусно кормила. Ага. Наверное, хочешь научиться хорошо готовить, как мама. Нет, как бабушка, потому что мама вкусно только картошку жарит. Ну, почему только картошку? Вон она как замечательно нас с тобой сегодня накормила. Так это только сегодня, потому что вы пришли, а в другие дни только картошку жарят. Вера предательница. Понятно? Я пойду, лучше порисую. Общительный у тебя ребенок, Люба. Да уж. А у тебя дети есть? Да, двое. Точнее, не совсем мои. это дети жены от ее первого брака. Но мы пять лет прожили вместе, я привык считать их своими. Сейчас видимся, к сожалению, редко. С женой уже полгода живем отдельно. А дети с ней живут? Нет, с ее родителями. Почему? Ну, видишь ли, у нас довольно сложная ситуация с разводом. Я просто не в той тетрадке записал, а она сразу замечание в дневник. Она это учительница? Ну, да, Ольга Александровна. Ну, так и говори, Ольга Александровна. А почему ты не в той тетради задание сделал? Я просто перепутал, а она Ольга Александровна. Сразу дневник записала? Ну, правильно написала, чтоб в следующий раз не путал. Вовка! О, какие люди! Я как раз за Темой в школу собралась. Ну, какими судьбами? В выходной вот и решил сам пацана из школы забрать. А в целом как дела? Нормально, работаю. Домой-то зайдешь? Нет, с матерью уже виделся. С Артемкой тоже. Ну, правильно. А меня еще бы век не встречает. Так? Мне пора. Артемка! Пока я пошел! Пока, дядь Коль! Пока! Коля! Коля, подожди! Ну, подожди же. Я решил к Виктору поехать. Зачем? Надоело бояться. Сам ему все расскажу. А? Герой какой нашелся. А ты об Артеме подумал? Как я его поднимать буду? На какие деньги? Может быть, ты поможешь? Про мать тоже забыл. У нее, между прочим, больное сердце. Послушай, мы с Виктором сами решим говорить матери или нет. А если ты хоть слово слышишь меня? Если с ней что-нибудь случится, я тебя по миру пущу. Поняла? Мам, ну, наконец-то. Я яблочки с рынка принесла. Хорошо, спасибо. Я на работу опаздываю. Проспала. Какая работа? Сегодня же воскресенье. Я же говорила, что я подрабатываю по выходным. Укол делаю на дому. Чего ты мечешься? Могла бы сегодня все отменить. Ты сегодня собиралась пойти с Верочкой в школу. Мам, не сделать укол, это значит пропустить лечение. А на сбор будущих первоклассников ты можешь сходить вместо меня с Веркой. Но мама и бабушка это не одно и то же. Мам, ну какая ты бабушка? Скажи, что ты мама. Бабушка. Что-то ты подозрительно хорошо сегодня выглядишь. Может быть, скажешь мне, кто он? Кто, больной? Ветеран? Инвалид? Ну ладно, не увиливай. Ты же прекрасно понимаешь, о чем я. Нет, я совершенно не понимаю, о чем ты. Ну, как хочешь. Все, побежала. Давай. А, Верке мороженое не давай, она кашляла. Угу. Погачи. Привет. Привет. Неожиданно. А давай я тебя подвезу. Хорошо. А откуда ты знаешь, что я работаю сегодня? Ты же вчера говорила. Конечно, я скучаю по больнице. Просто жутко скучаю. Я не хочу сказать, что работа участковым врачом это плохо. Это тоже замечательно, прекрасный опыт. И мне это тоже очень нравится. Но в больнице больше возможностей у врача. Понимаешь? 26-й дом? Да. Это там? Да, вот здесь можно остановить. Ну, ну, а потом наука. Я с детства мечтала заниматься наукой. Мечта детства. Люба, ну, ты нашла вариант. женатый, с детьми. Ну, ты чего? Я же тебе все объяснила. Ну, я поняла, ага. Жена плохая, дети не его, развод затянувшийся. Люба, он тебе не такого расскажет еще. Ну, что ж ты так? Человека не знаешь, а говоришь. я тебя просто не узнаю. Ну, тебя что, околдовал, что ли? Хорошо, чего ты добиваешься? Люба, ну, открой глаза. Ну, кто ты ему? Любимая женщина? Прекрасно, можно жить с женой и любить любимую женщину. С женой он не живет. Да? А с кем он живет? Ты спрашивала у него? У него муж таких, как ты. Жень. Да что Жень? Ну, Люба, неужели тебе нравится быть какой-то содержанкой? Ну, зачем он тебе? А то, что я себя впервые за эти годы почувствовала женщиной. Ты не понимаешь? Этот Маш Казарин видел недавно. Про Кирсанова рассказывала. Он, оказывается, восстановился на заочном, работает на стройке, живет с мамой, жена брата уехала куда-то, оставила мальчика ему этого. Ну, который, который, может, и не его сын на самом деле. Ну, там какая-то жуткая история, там даже мама не знает, чей это ребенок. Машка предлагала экспертизу сделать, а ни в какую вообще. Говорит, если мальчик никому не нужен, что же, его бросать теперь, что ли? Люб, ну, ты же о нем думаешь. Нет, не думаю, Жень. Я тебе не верю. Эта тема закрыта раз и навсегда, ясно? И потом, я ужасно благодарна Павлу, что он появился в моей жизни. Я даже не знаю, что она дочери рассказывает. Наверняка ребенок спрашивает, где ее отец, что с ним. Херсонов, ты зачем мне позвонил? Помнишь, когда мы отмечали поступление в институт, ты произнесла тост за то, чтобы через 10 лет все наши мечты сбылись? Прошло почти 9. Похоже, сбывается только у тебя. Ты всегда знаешь, что делать. Может, ты мне подскажешь? Херсонов, ты идиот. А что? По твоим рассказам у тебя есть любимый мужчина. Он обеспечен, занимается медициной. Скоро у тебя будет своя клиника. Почему я идиот? Это потому, что единственный человек, которого я когда-нибудь любила в своей жизни, это ты. А ты, кроме этой своей любви, никого не замечал вокруг. Ты и сейчас о ней думаешь. Так что ты хочешь от меня? Чтоб я помирила вас? Тебе самому-то не смешно? И клиника у меня своя будет. с тобой. СМЕХ 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 Ну, что, очень устала? Да нет. Слушай, я устал. Столько вызовов. Понимаю. Я привыкла. СМЕХ Ну, до завтра. Да. Кстати, насчет завтра. Ты не составишь мне компанию на одном мероприятии. А что за мероприятие? Официальное мероприятие. Ну, пожалуйста. Для меня это очень важно. Там будет пресса, телевидение, скучище смертное. Если тебя не будет, я просто застрелюсь. Какой ужас. Приду. До завтра. До завтра. Я заеду за тобой утром. Хорошо. Маша. Привет. Привет. А, я вот тебя жду. Хотела тебя поздравить. У тебя завтра такой важный день. А ты откуда знаешь? Ну, как? Я же этого дня так долго ждала. Даже дольше, чем твоего развода. Маш. Мы же тобой обо всем уже поговорим. Я. Я просто хочу понять. Вот что в ней такого особенного? Ты сейчас о ком? Перестань. Ты же знаешь, что мы вместе учились. Я просто не понимаю. Я не понимаю, почему одним все, а другим ничего. Она хороший врач. Очень хорош. Я сейчас не про клинику. Я ее люблю. А почему столько народу? Журналисты? Может, ты все-таки объяснишь, что происходит? А то я не смогу ничего ответить, если меня спросят. без моего разрешения никто ничего не спросит. Прошу. Добрый день, Павел. Добрый день. Знакомьтесь, это Любовь Сергеевна, это Петр Павлович, заместитель префекта. Очень приятно. Начинаем? Начинаем? Пойдем. Мы долго ждали этого события. И, наконец, новая клиника открывает свои двери для своих первых пациентов. В нашем районе открылось еще одно лечебное учреждение. И я уверен, это новое лечебное учреждение станет еще одним подтверждением курса на умудшение качества медицинского обслуживания населения нашего административного округа. Ну, а теперь я хочу представить вам человека, который, собственно, и построил этот центр. Павел Григорьевич Левин. Спасибо. Здравствуйте. Уважаемые дамы и господа, хочу сразу представить вам будущего руководителя этого центра. Это замечательный врач. Это прекрасная женщина Караваева Любовь Сергеевна. Любовь Сергеевна, просим вас извините. Не извините, я на минуту. Люба! Люба, ну что с тобой? Ну, это сюрприз. Ну, прости меня. Ну, зачем ты это сделал? Ну, для чего все это? Для тебя. Для меня или для себя? Ты же не спросил, хочу ли я этого. просто ты знал, что я откажусь и решил поставить меня перед фактом, да? Только прости, пожалуйста, я не хочу себя чувствовать куклой, которую можно так с полки на полку, знаешь, переставить. Прости. Ну, зачем ты так? Почему? Потому что я не хочу, чтобы потом говорили, что это ты мне подарил эту клинику. Ну, зачем? Для меня важно, чтобы клиникой руководил профессиональный и талантливый человек. И мне очень странно, что тебя волнует, что и кто потом об этом будет говорить. А мне не странно. Скажи, пожалуйста, если бы у нас с тобой не было близких отношений... Люба. Ну, это же не салон красоты, который дарит любовниц. Это же, в конце концов, это клиника. Я тебя привел сюда в первую очередь как врача, а не как свою будущую жену. Как жену? Я знаю, что ты не можешь развестись. У вас все не просто с женой. Я развелся. Развелся. Вчера документы получил. Спасибо. за нового директора. Подожди. Речь идет о клинике. Правильно? Да. Где будут лечиться люди. Да. Ну, и как я могу руководить таким учреждением? Кто я такая? Просто начинающий врач. У тебя есть талант. А опыт дело наживное. А если возникнут вопросы, обеспечим консультации у лучших специалистов. я в тебя верю. Все равно страшно. Не бойся. Не бойся. Я буду рядом. алло, алло, Коля. Это Маша. Коль, тут с Любой беда. Она попала в аварию. Я тебе сейчас ничего не могу объяснить. Приезжай скорее сюда, пожалуйста. Это на Берсеневской набережной около Большого Каневого моста, где причал. Боже, с кем ты болтаешь? Евгения Борисовна? Да. Вас беспокоит Любовь Сергеевна Караваева, директор частной клиники. Ой. Мы бы хотели вам предложить работу у нас. Это шутка? Нет, не шутка. Серьезно. Серьезно? Да. А ребенок? Ну, подожди, у тебя же свекровь вышла на пенсию, правильно? Ну, да. Ну, вот она и посидит с ребенком. Люб. Я просто оболзела. Хорошо. Вечером позвоню, поговорим. Хорошо. Пока. Целую, пока. Подруга в шоке. Ты все? Можно я? Выходи за меня замуж. Извини. Алло. Алло, Люба. Люба, это Маша. Тут с Кирсановым несчастье. В общем, он попал в аварию. Я вызвала скорую, но боюсь, что они не успеют. Люба, Люба, это на Берсеневской набережной возле Большого Каменного моста, где причал. Приезжаю, он умирает. Люба. Что-то случилось? Мне все нормально. А что? Ты говорил что-то? Вообще-то я спросил, выйдешь ли ты за меня замуж. Да. Нет, я... Сейчас, сейчас. Извини, пожалуйста. Извини. На Берсеневскую набережную, пожалуйста, быстрее. А куда ты на Берсеневскую? Там Большой Каменный мост. За причал. Причал, пожалуйста, быстрее, умоляю вас. Там человек умирает, пожалуйста, скорее. Николай. А. КОНЕЦ Люба, что случилось? Что случилось? Люба, что случилось? Сволочь, 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 ненавижу, ненавижу, ненавижу. Сволочь, сволочь, ненавижу. Люба, ну, где ты был? Столько времени. Я ждала тебя. Я так ждала тебя.